Сегодня Всемирный день радио. Праздник относительно молодой. Его утвердили в 2011 году на генеральной конференции ЮНЕСКО. В Северной Осетии порядка 20 радиостанций и у каждой свои радиослушатели. Подробнее обо всем расскажет мой коллега Хеток Плеев. Многомиллионная сеть охватывает практически всю землю. С развитием техники теперь можно подключиться к любой волне и слушать музыку по вкусу. Главное преимущество радио в том, что она доступна буквально везде, где есть приемник. Ты просто нажимаешь кнопку «Плей» и становишься одним из слушателей. Мы в прямом эфире Владикавказ Онлайн. Меня зовут Регина Кумаритова. Всем отличного дня. Радиостанцию «Европа плюс» в Северной Осетии и не только тоже слушает уже два десятилетия. В эфире одна из бессменных ведущих Регина Кумаритова. Вот уже 19 лет она на одной волне со слушателем. Несмотря на опыт, волнение иной раз бывает. Первую пробу на радио вспоминать с улыбкой. Дала себе такое обещание, что я все равно попаду на радио. Потом у нас открылось радио МСС. Я позвонила туда с таким наивным вопросом, а не нужны ли вам ведущие. На что я услышала в трубке такой вот, ну не то чтобы смех, я услышала, что человек улыбнулся. И спросил меня, а что вы умеете? Я сказала, а что нужно? Я умею все. В Казе ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшие осадки. Еще один голос, который тоже знают в Северной Осетии. Элиза Багаева на радио уже 13 лет. Сейчас руководит Владикавказской службой новостей. На вопрос, становится ли у людей интерес к радио меньше, Элиза однозначного ответа дать не может. Для этого нужно проводить опросы. Но уверена в одном. Даже с учетом того, что есть интернет и смартфоны, радио все же занимает особое место в жизни слушателей. Конечно, что-то меняется. Люди изучают какие-то новые способы коммуникации, новые способы получения информации. Это нормально. Но радио как таковое, оно еще будет, я думаю, длительное время существовать, потому что у нас есть преимущества. Для того, чтобы слушать радио, не нужно брать какое-то устройство в руки, допустим, сосредоточить свое внимание на него. Если и есть какие-то изменения на радио, то связаны они лишь с рекламой. Сейчас предприниматели чаще размещают ее в интернете. Мы уверены, что это временный эффект. Потому что что можно сделать в интернете? Отключить рекламный баннер. Ну, конечно, радио тоже можно отключить, но оно не так напрягает. Все-таки визуальная информация, она сильнее напрягает мозг, чем слуховая. Поэтому я думаю, что это все-таки временное явление. Сейчас в республике вещает порядка 20 радиостанций. У каждой своя аудитория. Слушателям стараются угодить хорошей музыкой и интересными новостями. Все для того, чтобы держать слушателя в курсе последних событий и дарить им хорошее настроение. Хеток Плиев, Александр Каджаев. Новости ОСЕТИИ. Субтитры создавал DimaTorzok